и то что смести лучше в w navi чуть ниже но как бы свой склон ой исходя из такого самолета у нас снова очень даже может быть близкая возможность сосновки но мы с вами не отчаиваемся также как и digital atletics еще знаешь что хочется добавить по поводу digital atletics они же не падают в рожок вчера две карты им не давали туда падать win streak соответственно уже поломанные тайминги поломанные какие-то паттерны поведения и вот решились у нас на сосновку на сосновку ну да западную дорогу они частенько забирают понимают что фейс клан смело будут падать на бильта power и окрестности мильта power поэтому они могут себе позволить забрать западные кимпы по западной дороге сосновки bystanders улетает также на сосновку это их типичное поведение поиск ланки и говорил отправляются в окрестности мильты мильты power венки это поняши наши любимые в мильте будут приземляться shift w растягиваются ферма новый новый южный их клуб и педикреста кстати для ицкриза это его также излюбленное место визири постоянно туда падает до ицкриз уже прям завоевал эту позицию достаточно широко по сути от первоначальных своих мест улута падает сейчас shift w то есть они забирают и яхт клуб да и забирают прибрежный дом санаторий зокер тоже эти то есть ферму по сути саму уже не забирают shift w забирают все компаунды вокруг нее ну да это их уже давно такой паттерн поведения тут самое интересное обрати внимание как очень плотно располагается сразу несколько коллективов у нас в приморске находятся но данлайт чуть север не perfect x дальше нс и поблизости у нас сауна бойз на север уехали блага винстрик чтобы еще здесь конкуренцию дополнительно не создавать да и побольше лута было у ребят ну и эти get и все-таки послушав тебя пересмотрев аналитику с прошлой недели игровой траншеи гадкие окрестности но как бы это про напрашивалась на то это было очевидно зачем столько было потеряно времени и поинтов на этом ход drop и никому не нужным по сути ну да нравится ход drop и да классно была возможность по хайпится там некоторым стримером на этих моментах и так далее но в общем и целом все-таки в рамках серьезного турнира серьезных призовых на этом турнире но не лучшее решение так долго ход дропе да там прыгнули один день выяснили для себя что не получается переиграть оппонента на следующий день поменяли но если да на следующий день поменяли стратегии все это несложно ну мне так кажется было бы более разумно да ну посмотрим сейчас какую тигетов получится отыграть зона все-таки не сосновка зона рабочая скажем так одна из стандартных которые мы достаточно часто видим и вот как эти геты и отыграет будет это не их зона но это зона в которую в целом они должны нормально добираться учитывая что team liquid там быстро играют причем team liquid совершают первую ротацию достаточно протяженную да они могут там и дальше картошки уехать и вообще куда-то там в позиции гарика над змеей и так далее вот эти где там освобождается тоже очень много пространства с одной стороны да но с другой мы видели liquid разных у нас были liquid которые через картошку разыгрывали при похожих зонах при похожих стартовых кругах разыгрывали гору до которая от картошки идет правее вот эта дорога горная как раз таки хребет протяженный и в принципе дальше куда бы заезжали сейчас liquid вот ну окей они могут заезжать справа от кубе кемпы либо вот и кубе плюс-минус обитает но это реже происходит с такими таймингами и с ликвидами нынешними ронадо energy кто по брекс к работает один из игроков the example сторону брекс к урона значительного не наносит родлайны тем временем перетягиваются у нас в интересные кемпы южнее шелтера также и отправляются из миль ты поняши при том что вчетвером в одной машине насколько я могу видеть очень опасная ротация сейчас бы не попасть к родлайном нет не в пятером до 22 простить вчетвером 22 у них транспортные средства загружены и возвращаются они чуть-чуть другие кемпы над миль ты будут занимать один из кемпов там же и фэсклан также совершает ротацию очень о хо хо макси переехал джим за при том что заехали парни у нас обрати внимание в амбарные дома через поле но к этой идеи здесь брекс к разминировал квизе полетел сразу молик не попавший в окно хорошо это очень хорошо что это кемп молодого вот хаешка залетела нормально да готовы драться за кемп молодого у нас игроки команды торнадо энерджи зокер только-только подтягивается к своему тиммейту и брайк скоп подставляется под мелмана отличный розыгрыш аля тем временем поднимает квизе тсм и встречаются с амакинами хорошо пейдж лукать пара ситуация для тсм of не лучше правда и пейдж здесь один нужно как-то отступать прикрытие тиммейтов срочно запрашиваю поддержку запрашиваю поддержку емки находится в низине в складке до перекрестка айра отличная и хорошая стрельба от бейджа все очень на уверенном скалаш сработал также кстати как я любит носить и боковой дополнительно прицел на гане на основном ну и айра потихонечку отползает x пытается прикрывать не самая приятная ситуация там шить и болт спину заходит ой сейчас что-то будет сейчас буду горе горе буду еще есть дистанция рассекречен мир аки офикс падает от тибона экземпл тем временем от скриса падает в ног от молика главное чтобы не сгореть аля сработал поэт скризу айра достается васку ну и что здесь и сэмы за исключением одного игрока зокер подобрался поближе к своим тиммейтам и что акиликай и киликай я вот да тоже понять не могу где киликай на хуй он вроде вот он вот он сейчас мог найти ну как говорится была не дала эту голову потому что мелман оказался в ноке и теперь два два работают нас игроки команды торнадо энерджи но это не долго нужно забегать резать есть такая возможность по киликай информация была и киликай что будет уезжать вообще-то по нему кстати оранжу может пострелять если бы оранж если у него информация интересная или нет так али бы отступить к тиммейтам также побежал он решил до конца гейминг что ли устроить очень непонятная история со стороны киликай а что он здесь просто как подлики это подставляется молодой человек кстати обратим внимание а ликвид это над заехали до змейку давно такого не мы не видали не так уж часто заезжают ликвиды ну как-то вот и было играют на мышь они туда заехали все у них неплохо складывалось там вообще до самого пользуемого и гейма ну вот видимо на это и пытаются рассчитывать у нас ребята здесь каната свинцера приехали эти get it скрис достается али дотек он все-таки forever подставляется сейчас под бестолочь и беста отлично зажимается своего берила forever отправляется в нокаут да с дистанции можно будет попробовать ой хорошо отлично у сене есть vision сеня об тем временем есть без того что выходит и минус стендер лост так а штуки лекай там ну вот скорее не показывает килика что-то решил придумать спрятаться просто за баги и забором и перележать игроков команды торнадо energy но я думаю что проверят вообще все вчетвером и душа дом они догадываются он он ждет как раз таки то что кто-то из ребят ошибиться и он может пострелять ну должно быть понимание что забор за забором где-то не пошел за хорошо все прочекал нормально улыбается килика нет не про канала как говорится ну долго достаточно он лежал незамеченный игроками торнадо energy ну понятно здесь что не отпустили бы все-таки этот компаунд проверили бы каждый угол потому что центральная позиция и во время перестрелок с кем-то другим либо там пресечении какой-либо ротации обнаружить еще и шпиона у себя где-то спине я думаю что было бы смерти подобно так ходится с основки у нас белый круг bystanders нужно переезжать да и в целом как это произошло это был последний игрок команды тсм не вижу маркиров но от зоны где он находился вообще они воевали против инсов же в лесу потом он уехал куда-то из леса против амакенов лес севернее турецкого кимпа они воевали вот я вижу где амакены да то есть они уже переместились на тропинку южнее на город шелкова ивану bystanders работают как раз таки с водной фермы по ивану прилетел урон там больше танканула машина в чем загадка человечества что смертью случилось еще одна и может быть у нас репетчик там будет и посмотрим и как это произошло ну да ладно не столь критично минус shift w минус тсм восьмая девятая позиция этих коллективов сейчас и нави кстати обгоняют и тсм и shift w сравнялись они shift w но килов больше у нави есть возможность как-то в восьмерке закрепиться сейчас вот у нас кстати спасибо большое за он вышел нечаянно из машины мне кажется специально сделано да ну ладно что это уже просто на чай на отчаяние или на сгоревших эмоциях утилд филс кнопку перепутал бывает такое что обычно это хорошо когда тиммейты твои живые ты обычно путают знаешь когда она хотя досмотри он же направо поворачивала если у него стандартное управление на f то возможно как-то там ну короче ладно дрогнула рука либо там дрогнуло сердечко и мирок и в общем покинул этот розыгрыш как и вся команда тсм смотрим на позиции если на сплит скрин с карты заезжает от с очень широким сплитом есть сплит также от винстриков по которым накидывает сейчас амаки на турецкий камп плюс лес чуть выше если смотреть по карте этого компаунда и инцов должны по идее встречать винстрики первым рубежом таким будут и некоторых игроков из эндс почему некоторых потому что растал мар уже на шелтере находится да и мне понравилось то как нотан лайт совершили отличную ротацию с моста да с заправки с западного моста как раз таки со стороны основной части материка и здесь аля долго засижил пытался высадить а понятно и высадил его все-таки засидел и высадил отличные от игры шатали зарабатывают еще один поинт для своей команды уже пятерочка на стрела на этой карте у игроков команды торнадо energy и но зонлайт то что я и говорил закончу про них заехали они на починки и получается через поле починок амбарники там находится сейчас парни liquid себя хорошо чувствуют центре на змейке как ты и говорил когда-то они сюда заехали за предиктиве круг друга просидели вот сейчас очень похожая история получается эндс у нас причем круг вот чуть ли не так же складывается на самом деле как тогда игра была они правда на гаррики там еще воевали то есть сейчас они сразу же змейку поехали а до этого они позицию от который сейчас амакин держат занимали там помнишь они еще в фейс клан влетали по моему да да ну это больше приближенный классическим ликвид сейчас они немножко нестандартно поступили и и для них это в плюс сыграно на гарик будут въезжать фейс клан серьезно это ванвей позиция она конечно ближе к центру круга но это минус автомобили и я думаю что еще пущекочет там нервы игрокам команды фейс клан есть попадание вот команды пинг пони либо редвайны там попадали кто-то вот этих коррективов еще и амакин могут постреливать тоже есть прострел на гарик все так все так так у нас получается что поняши делят ферму с редлайнами южнее бай стендерс уже переместились с водной фермы там остался только yellow торнадо energy кстати поел он немножечко урон то нанесли 22 сплита торнадо energy по сути в дом в уж не ущелье господи в долине заехал у нас два игрока сразу из торнадо energy нави располагаются на четверках с этих юс рядышком с ними в гарике все это время дежурит как бы жить хочет placement поинты нужны ну-ка заезжают у нас энце миновали они вин стриков и со свободной стороны будут заезжать там компаунд есть свободный гараж плюс kitkat скорее всего его сейчас займут и там будет свободный просмотр как раз до лоу граунда в котором у нас эти гето отыгрывали и на ферму также смогут информацию собрать вообще там вид прекрасный открывается с этих кэмпов на эту зону в принципе у энд все не так уж грустно как могло бы быть если бы через вин стрик поехали так смотрим и пока за но зону лайтс на зону лайтс пытаются собрать какую-либо информацию digital athletics под ними находятся в песнички там сауна boys и дальше нави игрок эти get use также на тропинке у нас разыгрывает но посмотрим куда на зону лайтс будут заходить может быть через картошку как-то попробовать с нее там проще всего спускаться в эту зону наверное но ожидают ли но зону лайт что вообще никого нет вижу это что перфектикс уже со спайра на автомобилях лу также в транспорт сел и но зону лайтс куда-то выезжают а вот куда это узнаем совсем скоро все так все так ждем прока круга это сейчас очень важное событие но думает растянулись как раз таки по северо-западному западному западной части белого нынешнего круга там рядышком с ними атлетики рядом рядышком с ними сауна бойся вот у нас как раз сплит-скрине ситуация с новым лайтс и следующим проком зоны и в принципе для новой все выглядит но не супер комфортно конечно же но они близко кругу и можно будет еще посидеть чуточку но мы знаем чем это обычно заканчивается и от игры шат краевки много команд много противников но от не рангель кстати тачку это время уничтожает оранж думал что был кьюз рассекречен и по нему ведут огонь игроки команды было видно стрельбу а здесь нет здесь тачку на накачали до печали тачку свинцом и она отправляется как говорится в лежачее положение ростом марте временем нащупал пейджа и тут же вы забирает фактически никак и ничем не смогли прикрыть своего тиммейта напарники еще и повозку ведется стрельба неприятности вам окину что тут скажешь вроде на краю зоны и в белом круге ну потеря потеря тиммейт это плохо так дропчик за зоны дропчик там показывают аук есть пятерочки есть ультрек full 3 комплект и еще и гили сьют который также можно забрать но забирать его вряд ли кто-то будет я так понимаю хотя вот бай стендерс там у флейми есть возможность по моему проехать и вполне себе залутать его учитывая то что тиммейты уже разведают обстановку там компаунд в котором торнадо энерджи дроли свободен а пока у нас файт редуайнов против nc сверху как я говорил ранее на ферму обзор имеют накидывают поры двойным и тем самым кстати прикрывают пинг-понии которые сейчас ворвутся в игрока команды by standards там просажен кстати ему уезжает ел аккуратно нужно сейчас то отлично отлично задоджили арчи плюс один забирают они еще и транспортное средство вампир поехал в спину келлу ну как бы с байка ты не подрываешь безопасно поэтому нужно максимально аккуратно действуйте что готовы парни и драться за кем молодого посмотрим здесь уже full составом by standard заехали можно подкрутить дальше заехать складки через разыграть через будки которые вдоль дороги расположен но главное засейвить транспорт максимально овстинг находите времени вас по очень неприятная история для макенов потеряли еще они одного своего тиммейта они на находясь не самой плохой ситуации не самым плохом позиции просто нет нормального контроля по противнику диггере приехали здесь гости из финляндии игрокам команды а макен спорт ну и из куйки немножечко уравнивает шансы и винстрик пытался кем подключиться к этой сессии мог сейчас спасти тибона на самом деле возможно даже и забрать с два поинта из куйки и тибона но не получилось а вот редлайны будут мстить за обстрел уэнс по их позициям на ферме полетели уже хаешки от винстриков редлайны подъезжают пока за зону находятся но у него граната тиксу как же ему фартануло что он и не затарил правда либо в голову прилетает и себя еще и спалит граната прилетела вместе с нейлопом очень много ютилити потратили парни из роду и на тиксу полос рингу накидывают у нас также редлайну вроде за сейвил под финнов подставились по целую боюсь марки времени но ковсинга тут же его добирает нс пытается прорваться это у нас куйки последний представитель своего коллектива и найти где-нибудь центре места не представляется возможным отличное попадание от клипа с болтов очки макс 4 времени много от марва савика тебе падает от мана и лу падает от марка принципиально соседство у нас сейчас между игроками команды диджо атлетик и нодан мальца из клану находясь не самая лучшая позиция умудряется заработать для себя и блоки иван посмотрите куда забрался иван со всей своей командой там же не было по транспорту у них ничего нормального по сути одна тачка только оставалась они в опен филде сейчас под тим ликвид по моему это конечно учитывая что остается сейчас один фастфейс опять в одиночестве фастфейс выживает и вот по джинзу инфа есть джинза кстати но нужно два в голову кита давать либо если по опену побежит тут просто провожу что джинс куда в опен то назад повезло сейчас на самом деле джинзу не понимал он да что кронами перекрывается уже на середине своего пути вампир тем временем ноги от сикоры против саунобойством fight осуществляется игроками команды пинг пони айвус 10 конспайтов 583 мир и зона и зона да еще и у нас зона будет пытаться съесть дать вандера тут же под на разрез подошел его тиммейт но здесь чуть фастфейс направляется кем бы сейчас если кем по увидит противника хорошо кем моментально реагирует на оппонента но разогревается хаешка максидор поднял своего тиммейта вандер ушел из-под огня отличная история хорошо нам пью за покатки времени сикора но как кризис и кора падает от экземпла экземпл тут же по нему срабатывает физи но к этому очень неприятная история торнадо энерджи разыгрывают неприятный для пинов там еще и минус пайрат оранжи но он просто в ноке оказался он выбирает от поезда минус поискла на 11 строчка для них об сработал по экземплу гири упал от ел у визе достается секоре и вот то что у нас про круга сотворил просто жесть жестяковая емте зашел в удочку но по нему есть информация у юза кстати хороший маленький давай торч подает от команды байстендер что как огонь не может сам двигаться юз от венцера место много перпекция как же хьюса шиться у это минус эти где-то десятая строчка равно что сразу эти не вкидывал хаешку прям за этим моликом там можно было шить даже через смог игроком он там уходил бы но али мы прощаемся подожди радоваться аля за туалетом за туалетом аля нет все таки он уже в лобби сожалению топ-8 для торнадо энерджи и атлетики продолжают собирать пойнты но данлайт очень много потерянных игроков в ноке остается последний лу он не в зоне на касс сфинсера хорошо контролируют как раз таки эту часть входа в белый безопасный круг и диск не сюда посмотрел orange минус надо на 7 строчка атлетики теперь на пути у надо у нато сфинсера и нужно как-то будет с ними расправляться либо если на то сфинсера достанется атлетиком это будет неприятное количество поинтов у атлетиков для но за мной наверно ну и атлетики кстати в зоне находятся правда по ним по моему и пинг пони могут пострелять если чуть выше там выйдут севернее то свои позиции также и винстрики по идее могут найти но вот это нужно как-то так супер договориться трём и сын как коллективом чтобы начать всем против digital аthlétics работа тап уже кстати там настреливать непонятно пока только по кому это по вампиру накидывает или по digital аthlétics осеннюю здесь ожидает игроков команды винстрик хорошее понимание положение оппонентов на карте от наве сейчас мы наблюдаем флешка от митре лился пытался проверить бэксайд относительно своей позиции до елал дает ног по вампиру а там 2 ноут или какой ли это 2 3 3 ног уже хер добирает его ну и бастендерс неплохо контролировали вместе с финским коллективом сауна боясь розовых понят остался один у нас эмлул пытается он доползти до края зоны поехали на одной тачке в центр зоны о винстрик и как же мы отлично выбивает игрока orange переехал табак какая же неприятная история у нас у свитера что происходит кем попадает вандер достается мэкси и макси зор один-одинешеник его сторону выдвигаются нави а что разрез будет разрез или нет таба ж можно поднять да разрез есть таба сенья с беста тем временем перемещаются краю белого безопасного круга пытаются найти возможность как раз таки прочекать собрать информацию по нижней позиции ну и тут уже атлетики стреляют по парням байстендерс в свою очередь вышли со змейки до пытались закрыть до конца пинг пони и это у них получается кемба оставляет макси зор под деревом лежать сам под обстрелом тим ликвид заехать в деревянную будку ну позиция конечно интересная оранж получает ног от флэйме макси зор взрывается от оранжа и что там так дострелять не может но зато рушится будка от игроков команды тим ликвид иметь а временем дает ног по мерту макси зору забирает джимс кемба достается нато свитера винстрики 5 позиция топ-4 и мерта хьер дострелял ай атлетики втроем они еще в строю правда байстендерс тим ликвид один киром и над у парней до один килл пока что один килл посмотрим посмотрим их под душе или потеряли они того что от байстендерс своего тиммейта возвращается байстендерс ну по крайней мере делу вернулся ближе к змейки а двое остальных игрока то есть два игрока которые были съел у это бими и хьорд остаются в полях как говорится ну и это зона на атлетиков и нато свинсера как же зона как говорится подыгрывает атлетиком и как же зона просто сохраняет интригу до последней карты и вот как это было на крышу уазика пожалуйста не десантируйтесь будь то это тиммейт ваш либо противник не сможете вы за нее зацепиться так что лучше такого не делать это знаешь нужно еще подпись сделать повторить типа не повторять такое в домашних условиях выполнены профессионалами хаечка правда так интересно очень вылетела тиммейтов что достаточно недалеко от сеней взорвалась пытаются откидываться у нас digital athletics против нато свинсера нато свинсера разрезавшись да до этого успели все разыграть все сделать то что им надо было но smash какой же отличный хэдшот по сене и уже код маркетов перед маги разыгрывать добирать здесь сенью и нет прикрытия к сожалению не ожидали смеша так близко ребятушки этап остается в ближней позиции как раз через смоки через тачку будут играть есть информация по нему это бесто прикрывает как раз таки сверху ну и что-то будет хаешку кидать а получится ли в ответку такая прилетела да чуть то бы не унесло и в будке сидят два игрока команды digital athletics вот туда бы и коби просто закинуть точную и на выходе минус 2 то можно и сделать байстендерс кстати прилетают еще хаешки байстендерс так же подходит уже да в доме лесника тусуются у нас байстендерс вчетвером ну и digital athletics заперты между двумя коллективами orange дает но по джимсу во все стороны вообще у нас воюют над свинцера у ее тут ответочка макси да неприятная история в ноги оказывается orange и походу от хаешки нет не взрывается без то пытается прикрывать своих тиммейтов там также тапло у хэповый по табу еще залетел молик очень неприятно смеш разыгрывает через один из смоков смеш падает все-таки от флейми уже подошли игроки команды байстендерс по крайней мере флейми один сюда пришел и очень жесткий ветер создает под прикрытием своих тиммейтов там еще ела удостреливал разогревается хаешка попадание и на вылет поехал по флейме есть информация чуть ли не нокнули его из другой стороны подходят противники ну и сложно сложно код марка в ноги митреллиус остается пока что один что будет сразу поднимать на морозе давайте посмотрим заехали кстати ликвид обрати внимание в гости к беста которому упал дробь кстати нащупали нащупали противника пытается разыграть максимально аккуратно без потерь забирают они игроков команды digital athletics топ-4 для атлетика на тут винтера в лице беста хорошо там по макси прилетела моли к сожалению не долетает нет вот сколько молика значит нету и очень важного плюс поинта макси вы клип тут же поднимается его тиммейта 7 киллов кстати у ликвид беста у нас с тропом и дроп не может забрать неудобно там бай стендерс уже над головой уже выходит с разогретой хаешкой биме полетела поехал в сторону андрея и нет под ноги пятый килл для бай стендерс и тим ликвид кстати имеет все шансы против бай стендерс они по-моему поближе к центру находятся и если заберут эту победку то очень близко к торнадо энерджи подберутся если уберут и всех бай стендерс там никто за синьку не уйдет и так далее то вообще могут обогнать ну что ж смотрим 4 в 4 2 коллектива 23 матч пкс-3 собственно эрангель тим ликвид против бай стендерс 7 киллов против 9 кстати но интересное противостояние намечается бай стендерс у нас то ли на последнем то ли на предпоследнем месте находились на последнем да в общем нижняя часть таблички держится дерется против одного из коллектива в первой четверки если я не ошибаюсь ну и 4 в 4 4 в 4 снежиночка практически на нейтральной полосе да немножечко она со стороны дороги для темлики все-таки оказалось но мы знаем что бай стендерс все-таки могут крайней мере во втором пкс и они продемонстрировали очень серьезный отыгрыш до 3 не задался турнирная таблица об этом красочно рассказывает нам но все-таки финальная 4 на 4 за гаражами сейчас будет состоять раз таки состоится у ликвидов против бай стендерс ну и попытка найти ног по макси отъела там еще и сберила зажимал тиммейт в общем-то зона пошла соответственно вынуждает коллективы двигаться все ближе и ближе к центру очень много джимса зависит на самом деле потому что джимс может сейчас спину пройти как-то к игрокам команды бай стендерс и вот встает джимс так не контролирует его вообще флейме то есть возможность через смог там пройти есть мэкси пытается молика бежать да очень много здесь закидали гранат в сторону мэкси джимс открывает собственно это противостояние фрагом на флэйме флэйме здесь догорит сто процентов есть попадание еще по мэкси ответ от биме и биться ухом просто стоит еще и биме минус 2 уже у тимли и пытается проходить дальше у нас игрок команды бэй стендерс биме падает от чем за очень сложная ситуация 2 в 2 2 в 2 это снова ровный счет по стволам у джимса здесь не самая удобная позиция и поднимают и биться просто на морозе а нет никакой информации у ребятам мэкси сгорел к сожалению его было не поднять появится будет разрезу будет сейчас уже говорится восстановить хитпоинты по клипу прилетела но клип живет тут же дочит очень много урона полетели молики полетела раскидочка в виде флешек пытаются у нас бай стендерс все таки перевернуть ситуацию свою пользу но они вместе находятся и будет выход достаточно вместе от них хорошая стрельба и ликвид закономерно все же забирает топчик этой драки да и потеснят скорее всего team liquid торнадо energy в табличке у нас есть два лютых до каких-то противостояния перед последней картой пкс-3 это team liquid против торнадо энерджи и названуается против диджитал атлетик но когда увидим табличку возможно мы еще какие-то противостояния там сможем посмотреть потому что и navi поинты набирали в этом розыгрыше винстрики тоже набирали с 16 место там отскочили посмотрим на какое сейчас бай стендерс выйдут и как вообще все это организуется у нас в лидерборде но пока что мы ждем хайлайты да мы ждем хайлайты обратим внимание ликвид как забрали эту карту не самое стандартное поведение от них было на вот ротация этот заезд практически переехали три игрока у нас в амбарники через поле починок там был ног тиммейта случайный совсем такой нечаянный и потом парни практически сразу же заехали в змейку учитывая что змейка была свободна там не торнадо находились там не торнадо дрались как раз таки с амакинами с кем дрались торнадо у нас нет амакины дрались в лесу амакины наверху были с винстрика shift w вот как раз торнадо энерджи да вот драка вот драка макинов с тсм раз таки все восстановил все воспоминания ну и поэтому змейка была свободна вот мы видим как зокер как раз такие змейки уходит на хелпук своим тиммейт у как что это законно вообще ты видел эту историю как он эти смоки просто дергая прицелом дал несколько выстрелов и попал все-таки в убегающего оппонента да хорошие вот играешь от торнадо у них неплохое количество поинтов ну и концовок конечно вторая половина не получилось у торнадо энерджи так как им хотелось и позицию вроде занимали неплохие неплохую в доме они находились том самом долине на которой потом приехали у нас и атлетики и бастендерс это обидно ничего себе там как произошло ты это выпрыгивал из окна просто топ и ну там не рассчитать конечно такой ноги не знаю 100 тысяч происходит у этап здесь сам в молик зашел хаешку откинул но конечно уже было не спал что smash сегодня дает просто по головам с кс и причем девайсы которые не очень-то любят большое количество игроков здесь x6 берила нормально понерфили берил проверяй да слушай но по поводу не любят с кс это уже утверждение становится все больше понятно что большинство дарь и марочка но все равно это утверждение вот все больше и больше отходит в историю так как с как часто мы видим в руках того же сени с кс смеша и еще больше и больше появляется игроков которые эксплуатируют этот девайс достаточно эффективно против своих оппонентов улу тот же с кс к гоняет и помню еще этот вопрос когда его спрашивал по поводу с кс а просто ответил что не всегда есть девайс подходящий ну понятно это как ты берешь 416 потому что нет берила в этом патче как-то так работает ну и вот да в данном данной ситуации у нас 16 по 9 строчку табличка выглядит по итогам 23 предпоследнего матча именно так шифт w и тсм 16 15 место соответственно с нулем сауна бойз и фэйс кланы эти get и not on lights у единички соответственно 14 13 11 по два поинта н с 10 и родлайн девятые слушай ну и нос он лайкс очень мало поинтов набирают а вот digital athletics семерочку выносит пятая позиция можете увидеть можете вы видеть точнее для них хотя вчера диджитал атлетик с не показывали вообще хорошие игры на эрангеле пинг пони 3 поинта зарабатывает а макин спортс 5 только на киллах седьмая позиция для них в инстрики 7 также как и digital athletics торнадо 9 14 для navi очень даже неплохо бай стендер забирают 16 поинтов ну и победители с 11 километров 21 point в итоге это team liquid все мы это с вами видели конечно да интересно вот эти таблички посмотреть там топ-5 у лидеров топ-5 дэмэдж лидеров но у нас наши мне кажется внимание больше всего приковано все-таки к общему лидер борду так как развязка очень близко да все так первое место за биме шестью киллами он закончил эту карту в личные копилки и копилки своего коллектива джимс забирает вторую строчку с пятью киллами третья позиция поделена сразу между тремя игроками это два игрока над свинцера бесто и этап и присоединился к ним клип игрок team liquid ну и на ту свинцера как бы не хотелось да вот чтобы их видеть в топе но то есть как быть нам не хотелось их видеть в топе но все-таки они по урону присутствуют здесь здесь уже и без молча ордаш делят 1 2 и в кино джимс на третьем биме четвертое и пятое для флэйми давно флэйми не видели очень запоминающийся внешность молодого человека два игрока bystanders 2 игрока navi и один игрок из team liquid из команды победителя собственно у нас в табличке лидеров по нанесенному урону в этом розыгрыше а мы как нам подсказать режиссер можем идти на паузу и мы это скорее всего сделаем прямо сейчас